здравствуйте уважаемые игроки с вами канал алекс про игра афк арена и это shopping guide в этом выпуске я расскажу вам о том какие покупки необходимо совершать от каких-то стоит отказаться и вовсе собственно почему проблема довольно таки распространенная то есть игроки не зная что покупать покупают то что им кажется в данный момент будет наиболее выгодным наиболее правильным и верным но на самом деле потом тянутся довольно таки проблемные прокачи из-за этих самых неправильных покупок вот и чтобы этого не было я вам сейчас расскажу что нужно брать не забудь подписаться на наш канал лайка не и пусть в таверне тебе выпадает только возвышенные элитки немножечко магазине магазин обновляется как правило каждый день основные позиции некоторые магазины обновляются раз в месяц при этом товары которые выставляются в магазинах зависят от уровня прохождения компании как правило здесь будут написаны варианты когда же обновятся те или иные товары в магазине то есть не в целом список товаров а именно что-то новенькое появится итак первый магазин что мы здесь видим в самом начале продается за золото пыльца пыльца опыта берем по-любому вот как бы тратим последние накопленные золотые монеты но по-любому покупаем от чего здесь стоит отказаться собственно стоит отказаться от покупки снаряжения за кристаллы да здесь часто бывает хорошее снаряжение ну как правило на один а то и на два порядка лучше чем есть у героя чем выпадает в локациях в тех же компаниях вот накапливается и при этом знаете как бы хочется купить да действительно мифическая снаряга сразу поставили вроде как качаемся не покупайте тратьте эти кристаллы на корм покупайте различных героев свитки там и тому подобное но она снарягу не тратить что еще здесь можно купить можно принципе купить эмблемы да это первые эмблемы как бы их можно тратить на различных на различные артефакты героев покупаем но они довольно таки дорогие как вы видели как купили 20 эмблем почти за 10 лямов но у меня принц пошло накопление этих самых кредитов поэтому мы их и купили покупать к примеру вот молотки вообще не советую в принципе как бы хватает обычного шмота который мы поднимаем и так процессе игры вот остальное за кристаллы также покупать не советую не рекомендую так магазин гильдии ну здесь собственно все очень просто выставляется матерый шмот и начиная уже вот по моему 21 вот главы как раз появляются камни снаряжение они сейчас немножечко попозже расскажу вам то есть здесь в чем вся загвоздка принципе выставляется вещи довольно такие приятные к покупке но при этом опять же те же вот мифики сейчас пошли давно уже пошли у меня мифики набил всех основных героев этими мификами и пошло накопление монет гильдии до 200 тысяч по моему идет или 150 или 200 точно не помню потом уже эти монеты как бы как накапливается в обходящих поэтому нужно их как бы спускать но что интересно сейчас вот появились такие вот камни камни улучшения предметов то есть снаряжение камни силы что они дают улучшает предметы из мифического в мифический плюс да действительно зачетные камни стоит их брать давайте переключимся обратно на первую вкладочку иногда они выпадают здесь но здесь они конечно стоят три с половиной три тысячи то есть смысл тратить на них кристаллы если можно их купить магазине гильдии как правило к тому времени как они здесь появляются эти самые камни нужда в мифическом снаряжении уже практически пропадает ну здесь понятно то есть накопили купили все четко а вот такой вот магазин как казармы что мы здесь видим собственно различные варианты камней и различные варианты героев кормовых причем также есть варианты покупки камней элитных что могу сказать по этому поводу 6 камней и 6 до 6 камней которые редкие 6 наборов камней можно купить а можно все-таки подкопить и купить одного элитного но опять же с элитных камней не всегда выпадает какой-нибудь возвышенный герой но шанс есть поэтому тратьте только на вот эти вот самые элитные камни герои которые представлены здесь вообще покупать не стоит они кормовые то есть смысл с них вообще как бы в два раза дороже чем набор камней то есть чисто за выбор переплачивать в два раза но это опять же но вдруг у вас возникает момент когда вот не хватает только одного героя для прокача для вознесения тогда да можно конечно купить но я не рекомендую так магазин лабиринта здесь все скажем так очень просто то есть нижние вот эти всякие камни кормовые герои все это не смотрим смотрим мы только героев возвышенного уровня а именно основные персонажи здесь это конечно же шеймира это конечно же не мора в принципе кто развивается по некрополису да то есть по могилорожденным принципе вот этого товарищ тором тоже интересный он на высоких уровнях выбивает различных магов там и но задних героев очень очень хорошо то есть как бы такой интересный перс но я как бы его не качаю я в принципе из могилорожденных шимиру качаю и скажем так меня все устраивает довольно таки большие уроны все четко никаких проблем вот так же появился новый герой такой вот из артур нам кто из другого измерения интересный персонаж не скрою да фишка заключается в том что его в принципе то прокачивать и не нужно вот подвязываем его к какому-нибудь крутому герою вот и у нас сразу уже у него возвышенный уровень на то есть максимально доступные которые есть у вас опять же их использовать двоих тогда в одной битве нельзя но это опять такой уже момент проблема единственная заключается в том с этими героями что они очень очень дорогие то есть данном случае один герой такой получится 240 тысяч ну понятно что за 240 тысяч я могу купить себе 5 шимир вот к примеру такого плана то есть здесь покупаем повторяем шимира не мора и также варианты кто там уже почем развивается может можно взять принципе вот этого тоже товарища хасус тоже интересный персонаж но опять же я все же рекомендую шимиру так поехали дальше турнирный магазин а вот здесь вот уже очень очень широкий выбор и действительно глаза прям таки разбегаются все представленные персонажи но я бы сказал в одинаковой степени полезны то есть для каждой фракции как вы видите есть свой персонаж фракции подземные жители и небесный мир дороже на сто тысяч вот и опять же кто что развивает принципе если вы играете за свет то можно смело покупать фокса герой будет хорош вот начиная с 60 уровня 61 и дальше уже можно его катать по полной программе действительно очень очень хороший герой будет усиливать вашу команду за счет серьезного ослабления вражеской как-то так тоже вас завернули еще можно вас принципе взять хорошо аталия идет пишется опять же в любую команду поэтому в принципе ее тоже можно брать ну а если вы играете все-таки за дикари то вот очень хороший end ульмус особенно на последних уровнях там вот начиная с 200 и выше раскрывается о попробую его забить как бы еще не всякий урончик его продамажит вот с его восстановлениями и запасом хп в принципе вот эти все герои хороши то есть тут смотрите только на уклон вашей фракции так ну я собственно качаю вот этих вот двух персонажей фокса и аталью но когда как получается сейчас последнее время конечно фокса купил ну здесь понятно с магазином-то разобрались вот а что делать в таверне в таверне тут понятно тут как бы у нас всего две вкладочки таверна знать и астрономический зал в таверне знаете понятно мы покупаем за кристаллы призы в 10 причем очень важно что покупать желательно если за кристаллы только по 10 призывов за раз потому что идет скидочка в 10 процентов так свиток стоит 300 кристаллов а 10 свитков можно купить за 2 700 поэтому ждите копите 2 700 и покупайте остальные в принципе опять же фракционные свитки что здесь есть фракция меняется каждый день можно фракцию сменить за кристаллы вкинуть кристаллы как видите 300 кристаллов просят у нас и можно выбрать другую фракцию сразу же и применить свитки но это как бы уже для мажоров так скажем мы подождем ничего страшного подождем наших светло рожденных и затаримся по полной программе так здесь что у нас здесь у нас еще есть вкладочка за дружбу за очки дружбы причем от свитков который мы покупаем за кристаллы отличается лишь шансом выпадения смотрите герои элитного уровня 241 2,41 процента призыв здесь же в два раза больше но почти в два раза больше хотя в последнее время что-то как-то вот тоже да почти пять процентов выпадение этого героя ну по факту блин ну не выпадают я уже четвертый лист прокрутил да это 40 40 призывов было вот и никто не выпал то есть какие-то 4 процента как бы все не срабатывает не фартит но бывало такое конечно да что и сразу три персонажа выпадало из десяточки причем три было возвышенных то есть тут как бы тоже такой момент но опять же вот эти вот очки игру очки дружбы тоже выпадают элитные герои и такое бывало также так переходим вкладочку астрономический зал астрономический зал открывается с 15 уровня компании 15 1 когда вы прошли компанию открывается астрономический зал в чем фишка собственно фишка здесь цене в первую очередь то есть сразу делаем уклон 1 прокруточка 500 кристаллов то есть 10 прокруток это 5000 кристаллов понятно 5000 кристаллов как бы не каждый накопит вот специально для этого астрономического зала чаще всего собирают карты карты эти можно получить в различных ивентах допустим сейчас идет ивент зимние праздники там можно получить 15 карт за прохождение одного уровня так ну это другая конечно история прохождение уровня и так вот эти вот карты что можно там получить собственно есть отдельный видос там где открываются вот эти вот карты самые и да можно получить нужных героев так как вы видите можно выбрать желаемый приз выбираем героя возвышенного уровня любого прям вообще кого хотите берем как бы самых новых самых топовых каких-то персонажей но понятно нет как бы этого еще и другого измерения так конечно бы каждый бы выбирал его и уже по выбивали все то есть можно взять примеру вот этого товарища мощного такого часов щека по времени сохранить все поменялись герой для звездочета успешно заменен но опять же вот есть такая фишечка здесь шансы и смотрите что у нас здесь есть ортрус 12 процента то есть у нас как бы получается что этих ортрусов здесь два то есть по сути должно увеличиться на два то есть четыре процента выбивания этого самого ортруса также вот пошел различный шмот вот и интересный супер-пупер мега приз это 30000 кристаллов далее идут карты героев вот элитного причем вот сколько я этих элитных не открывал вот именно с звездочета но у меня сколько четыре карты вот я открывал четыре раза с карт и всегда были герои возвышенного уровня но возможно мне просто конечно же везло не знаю как бы потому что казалось бы с чего бы вдруг четыре раза подряд вот ну и различные там по мелочевочки что касается супер приза я видел скрины что выпадал прям супер приз да на вот на разных даже заграничных там сайтах фейсбуке там страничках до выпадали такие супер призы действительно ну это того стоит то есть 55 тысяч даже если мы кристаллами тратим то можно выбить 30000 но как вы видели шанс всего лишь одна сотая процента то есть даже не десятая получается у нас шанс один из десяти тысяч как бы на получение этого супер приза кто-то выкладывал даже скрин где он выбил двух люциев и этот супер приз но здесь как бы мне кажется наверное все-таки photoshop но что-то слишком сладко было поэтому насчет астрономического зала покупки за кристаллы я не рекомендую вот их лучше все же потратить куда-нибудь на покупку тех же самых героев вот чем прокрутку здесь но тут как бы то тоже кому что повезет потому что может то и не повезти а героев там мы получим по-любому пусть даже не возвышенного уровня пусть даже обычных но спустим их на корм это тоже важно тоже их не хватает кормовых героев для прокача персонажей вот поэтому использовать здесь предлагают только карты которые можно получить повторяюсь из различных заданий ну что ж друзья теперь вы подкованы в деле магазинов надеюсь не будете тратить кристаллы на право и налево не будете сорить ресурсами которые можно было бы потратить на что-нибудь стоящее если это видео стало для вас полезным то ставьте лайки подписывайтесь на наш канал будут вопросы пишите их в комментариях пока пока и до встречи в новых выпусках